Всего в регионе 979 пунктов для голосования. В них входят и мобильные. Насколько они доступны и безопасны, узнала Марина Тимофеева. На часах 7.55 раннее утро избирательные участки еще только собираются распахнуть свои двери. А на улице уже очередь. Сегодня стартовало единое голосование. Набор избирателя прост. Паспорт, ручка, маска и перчатки. Средства индивидуальной защиты выдают на месте. В ближайшие три дня ульяновцы выберут главу региона и депутатов Государственной Думы. Поэтому в руках у каждого, кто пришел, оставит свой голос сразу несколько бюллетеней. Проголосовать избиратели могут не только на специализированных пунктах, но и дистанционно. Например, пригласить членов комиссии домой. На вчерашний день у нас было 35 заявок. Но это не окончательный результат. Потому что по ходу избирательной комиссии будет очень много еще звонков с приглашениями посетить пенсионеров на дому. На каждом участке работают не только члены комиссии, но и наблюдатели, волонтеры, сотрудники полиции. Предусмотрено все до мелочей. Бюллетени охранять должны в круглосуточном режиме. Избирательные бюллетени будут все помещены в сейф-пакеты. Сейф-пакеты будут опломбированы, закрыты. Там могут расписаться на них все желающие члены комиссии, наблюдатели и так далее. Все эти сейф-пакеты будут помещены в специальные, для этого предназначенные, приобретенные металлические ящики, которые тоже будут закрыты, опломбированы, будут находиться под зорким взглядом видеокамер. Легитимно, доступно и безопасно пройдут выборы 2021 года, говорят эксперты. Поставить галочку напротив своего кандидата ульяновцы смогут до 19 сентября включительно. Человек хочет, так сказать, поучаствовать в выборах, принять свои решения и, соответственно, повлиять на эти выборы. Напомню, 17, 18 и 19 сентября избирательные участки работают с 8 утра и до 8 вечера. Марина Тимофеева, Михаил Державин и Михаил Морозов. Вести. Ульяновск.